Дайте, дайте мне статьи не хуже. Мы называемся «Из достоверных источников». Народ обожает из достоверных источников сенсации и разоблачения. Так разоблачайте всё и вся, не стесняйтесь. Пишите прямо из достоверных источников. Всё равно никто не знает, где они находятся. Стало известно, что Горький пил Горькую, Бухарин бухал, Киров пилел. Не стесняйтесь, по-современному. В Чернышевске напишите, вообще был импотентом. Даже с испугу книгу написал. Что делать? Давайте, давайте, работайте, шевелитесь. В современные тайны раскройте. Лужков и Жванецкий — родные братья. Лёня Голубков — внук Шарикова. О Ленине давно не писали. Я понимаю, о нём много написано уже было. И что он был немецким шпионом, я знаю, я читал и калмыцким евреям. И что у него в Мавзолеймос до сих пор думает, какую бы ещё гадость придумать нашу. Знаю, знаю, читал. А вы напечатайте что-нибудь новенькое, что-нибудь сенсационное. Например, я ж недавно узнал, из рассекреченных архив КГБ стала известна главная тайна Ленина. Вот, напишите, оказывается, Ленин был женщиной. Напишите по доказательству дайте крупнофотографию Крупской с удивлёнными глазами. И подпишите секретное фото надежды Константины в глазах первую брачную ночь, тайно снятой в Дзержинске. Наконец, суперсенсацию дайте, чтоб народ в транспорте по утрам обсуждал. Например, напишите, из достоверных источников стало известно, что у Гитлера и Сталина была любовная связь. От этой связи родился Жириновский. Вот это будет газета. Анекдот дайте. Анекдот обязательно, без анекдота. газету «Обыватель» не покупает. Анекдот должен быть про правительство, смешным, но пошлым. Пошлость — это залог сегодня успеха. Например, ну напечатайте такое, девушку спрашивают, вы бы могли полюбить радикала? Она переспрашивает, ради чего? Вот это будет газета. А вы, Верочка, позвоните моим ногой, скажите, чтоб детям на глаза газет не попадалось. Я хочу, чтобы у них, как и у нас, было счастливое детство. Я, поездив по странам, понял, что наш народ — самый сообразительный народ в мире. И тому много вообще примеров. Если вы возьмете книжку «Тысяча полезных советов», вы это поймете, потому что я ее привез, например, в Америку, ее перевели на английский, «Тысяча полезных советов». Бестселлер. Ни один американец, ни одна француженка или немка не могли догадаться, что в глава может быть в книжке и называться «Как штопать ковры». Или «Носки на электрической лампочке». Они даже не знают, ну как, они этот процесс не представляют себе. Как вывернул лампочку, всунул в носок, начал штопать. Это свойство нашего мозга, который развился от нищеты, так же, как они там отупели от сытости на Западе. В любой стране крыс выводят таким устройством, которое вставляется в розетку, создаётся сигнал тревоги, тараканы, крысы, мы же вся живность уходит. Всё, нет проблем. Но у нас такое устройство сделайте, вы понимаете, полстены обвалятся, и крышей всех крыс передавят просто, да? Разведите в цементе. Вы смотрите, какое литературное начало красивое. Разведите в цементе. Вы любите разводить в цементе? Вот меня хлебом не корми. Просто дай поразводить в цементе что-нибудь. Разведите в цементе то, что любят крысы. Откуда я знаю, что любят крысы? Накормите этим хотя бы одну крысу. Вы процесс представляете себе? Ну иди сюда, кто будет? Иди сюда, я сказал. Я тебя накормлю, я развёл, что ты любишь. Психушку совершеннейшую. Чуть-чуть громче нельзя микрофон сделать? Крыса это всё съест. Как фантазия наша человека до этого додумывается. У неё в животе через 40 минут зацементируется всё. Садист поганый. И эта крыса побежит к своим крысам, как он додумался до этого, сигнал тревоги по-русски, и расскажет им, что туда ходить не надо. Это в книжке написано. Я вообще не понимаю, почему вы хохочете. Это совершенно серьёзно. Даются советы советским людям. Ну, а мне надо было на брюках пятно вывести. Я дочитался до следующего. Представляете, как я хохотал? Первая строчка тоже очень литературная. Смотрите, вот как красиво. Натяните брюки. Вы подождите, смеяться, вы не знаете на что ещё. Вы в жизни не догадаетесь на что. Натяните брюки на кастрюлю. Подождите, я не договорил. Дайте сказать фразу. Натяните брюки на кастрюлю с кипящим картофелем. С кипящим, вы понимаете? Я просто на кастрюлю не знаю, как натянуть брюки. А тут с кипящим картофелем. Я что, вместе с плитой загнать в брюки эту картофелу? И поливайте 20% раствором уксуса по часовой стрелке. В течение полутора часов. И дальше гениальный поворот. Если это не поможет... Ах, это ещё и не помочь может. И знаете что? В жизни не догадаясь, что надо сделать. Вот если это не поможет, сделайте на этом месте вышивку. Я ещё и вышивать должен начать. Есть советы, которые я даже не могу понять, как родились в мозгу нашего человека. Например, колготки, чтобы на следующий день не рвались, класть на ночь в морозильник. Я вам цитирую, чего вы хохочете. Это серьёзный совет. Оказывается, они закаляются в морозильнике. Я физически не понимаю сути этого процесса. Вы ещё хоть смеётесь, а я в одном городе сказал об этом. Люди сидят, молчат, записывают. Просто сидят. Они воспринимают это как полезные советы, действительно. Иностранцы зря называют нас дураками. Зря. Они все дураки по сравнению с нами. Все. Вы посмотрите внимательно на историю. Фаровоз кто изобрёл? Мы самолёт, мы женские сапоги. Мы изобрели на платформе КПСС. Что ещё? Валенки мы изобрели, калоши мы. Валенки с натянутыми на них калошами. Мы изобрели. Женские курки кожаные. Мы изобрели. Ещё в гражданскую от них пули отскакивали. Конечно, кое-что они изобрели. Телефоны, автоматы они изобрели. Зато мы первые додумались, как по ним звонить без двух копеек. Полиэтилен и пакеты они изобрели. Но никто даже из американцев не догадается, что их можно стирать. И, вывернув наизнанку, сушить на бельевой верёвочке на прищапочка. Вы так смеетесь, как будто сами занимаетесь этим, между прочим. Ни один японец при всех своих микросхемах не догадается засадить жутёк в электрический счётчик. Причём так, что ему государство будет приплачивать в конце месяца. Я по телевизору передачу видел, их дети в школах никогда не списывают. Знаете почему? Не знают, что можно списывать недоразвитые с детства. Они такими вырастают. Это особенно видно, потому как они себя ведут у нас недоразвитые. Я двух японцев видел в нашей гостинице. Они кран водопроводный открыли, а вода не течёт. Они стоят, хохочут. Не знают, как устроено. На каких микросхемах руки подносить начали. Думали фотоэлементы. Сейчас. Один даже фамилию назвал. Думал, на звук работает. Ямамото из Нагасаки. Тупые, тупые. Закрыли, потекло. Ещё одного японца видел в аэропорту. В зале ожидания. Видит? Телевизор под потолком висит. А к телевизору длинная швабра подвешена на верёчке. Сколько ему не объясняли. Он так и не понял, что это дистанционное управление. Они тупые. Ни одна француженка не догадается раскатывать тесто пивной жигулёвской бутылкой. Или комаров перед сном засасывать пылесосом. Вы точно этим всем занимаетесь по вашей реакции. А чтобы появились ныне модные веснушки, загорать ранней весной на балконе с дуршлаком на лице. Они тупые. Я одному немцу подарил наши счёты. Он думал, массажёр для спины. Но самое убедительное доказательство нашей сообразительности и ума это наше оружие. Мы. Мы изобрели оружие самой разрушающей силы в мире. Аврора. Один раз бабахнула. А разрухи на 75 лет. Наши бизнесмены делают всех с людьми комбинациями. Причём такое придумать, что Интерпол в растерянности. Например, один просто в Америке объявил, что он собирает старые автомобили на таком-то пустыре. У них же проблема, куда деть старые автомобили. Он сказал, привозите, за 100 долларов буду уничтожать ваши автомобили. Эти придурки свезли свои автомобили. Он с них собрал по 100 долларов и уехал. Всё! Весь бизнес! Причём, знаете, всем квитанции выдал. На русском языке, нормально, всё. Они так и остались куковать с квитанциями и с автомобилями. Даже моряки простые и то дурят японцев в Японии нашей. Эта комбинация мне особенно нравится. Она чиста, находчива и, как всё, гениально и проста. Они приходят вдвоём, скажем, в какой-то магазин японский, заходят двое наших моряков. Один идёт и шарит по полкам, щупает что-то там, нюхает. А второй подходит к продавщице и говорит про нашего. Ворует. Нет, она не думает, что её надувают. Она вызывает полицию, потому что она компьютер, у неё программа такова. С нашего обыскивают, заводят в кулары, раздевают там все. Ну нет ничего! Наша рать, как вы смели надо мной издеваться? Вы, да я на вас в суд подам. Тебе говорят, нет, нет, в суд не надо, вот неустойка. Наши выходят, делят пополам. Мне так нравится, как наши гуляют во всём мире сейчас. Как эти станут и завидуют нам! Ещё одному корешу, своему бывшему из Московского авиационного института, я помогал купить шубу для его жены. Вообще он учил, он жил, он работал в Московском авиационном институте, и зарплата у него была 120 долларов. И он мне как-то говорил лет 10 назад, что он мечтает к концу жизни 160. А ещё мечтал увеличить жилплощадь на 16 квадратных сантиметров. Значит, прошло 3 года, там, я не знаю, 10-8 лет. Откуда что берётся у наших? Я не... Шубу жене в Чикаго. Ну, я позвал продавца, и думая, что наших удивляют цены, попросил продавца принести шубу подороже. Тот принёс шубу за 30 тысяч долларов. Вообще для русского человека это должно быть за то, по ту сторону Асепциз, вообще 30 тысяч долларов. Нет, совершенно ничего. Наш даже не обратил внимания на цену. Он что-то начал кусать, лизать, трясти её. Потрясёт, послушает, потрясёт, послушает. На аэродинамической трубе работал человек. Тут что-то такое... Я ему говорю, что ты делаешь? Он говорит, нет. Мздра звенит. Я говорю, что извините. Он говорит, мздра. Не слышишь? Я говорю, да, мздра. Мздра совершенно не мздристая, ты знаешь. Не мздристая мздра. Он мне говорит, так вот, передай продавцу, чтобы он мне фуфло не совал. Слово фуфло непереводимо ни на один язык мира. Но продавец по моей реакции понял, что принёс фуфло, между прочим. И ещё замечательная история, как я помогал одному нашему купить дом в Сан-Франциско. Совершенный Евдокимовский герой. Такое красное лицо. Он такой, да, знаете, такой, с рюкзачком. Он приехал дом покупать с рюкзачком, понимаете? Значит, если хоть один негр знал, что в рюкзачке. Но негру на ум же это не придёт. Ломоносов приехал вот этот с рюкзачком. Рядом двое грязных детей. Он их по головам бьёт, говорит, молчат, я дом. Покупаю в Сан-Франциско. И жена с золотым ртом. Вот этот вот, знаете, вся таблица Менделеева во рту. Жуткая картина. Это улыбается этим по головам бьёт. С рюкзачком дом в Сан-Франциско покупает вся семейка такая, да? Маклер ушёл с работы после этого, между прочим, американский. Он понял, что он ничего в психологии покупателей не понимает. Потому что когда он показал дом за 200 тысяч долларов, наш кодос по фасаду говорит, нет хлёпки. Во-первых, Маклер никогда не видел, чтобы так дома выбирали. Знаете, бум, замоделировал землетрясение по Сан-Франциско. Ну, по-своему. Научный подход, чисто экспериментатор большой. И говорит, нормальный дом, покажи, молчат, я дом в Сан-Франциско покупаю. И Маклер показал ему дом за миллион долларов. Это при мне было. Миллион долларов. Вы понимаете, что это за сумма? Ну, он же не знает, что в рюкзачке. Нашему говорит, нормально, это я возьму. Слышь? Он говорит, поди сюда. И Маклер любой в этот момент думает, что будут торговаться. Ведь американцы скажут, давай 800 тысяч долларов, и всю жизнь я буду выплачивать, и ещё внуки мои будут выплачивать. А сейчас дам тебе 2 доллара, там или 3, да? Это американцы. И тот настроился на торговлю. Наш, почесав тыковку. А у наших только есть слово тыковка, между прочим. Тыковка и смекалка. Это где-то рядом находятся. Вот, видимо, смекалка под тыковкой у русского человека. Заметили? Почесал тыковку, сработала смекалка. Это только у нашего человека. Он почесал тыковку, говорит, а эти вот, которые здесь живут, они долго ещё жить будут? Маклер не готов был к такому. К такой постановке вопроса. Он говорит, я сейчас узнаю. Вернулся от хозяев, говорит, просили 4 месяца. Наш снова почитал тыковку и сказал фразу, после которой Маклер ушёл с работы. Безусловно. Потому что он понял, что всё прозевало, что можно на смене. Потому что наш ему сказал, вот тут даже какая гордость вас сейчас охватит за наших. Он ему говорит, слышь, я тебе сейчас дам полтора миллиона, и чтоб завтра их не было. В наших людях ещё раз говорю, не логика, а чувство, сильнейшее человеческое чувство. Потому что мы люди. Как они пьют на Западе. Какая гордость меня охватывает, когда я вижу, как наши пьют на Западе. Первый раз я увидел разницу между тем, как пьём мы и они, когда мы с Евгением Агановичем Петросяном ездили в Венгрию, выступали в наших воинских частях. А напротив был бар Венгерский, и в баре было объявление. 200 грамм водки, смертельная доза. И приписка, кроме русских. А вот сейчас то, что я вам обещал. Гордость за наш народ. Наши двое пришли в Америке выпить. А в Америке не дают ведь бутылкой. Там нельзя заказать бутылкой водку, допустим. Потому что это слишком много. Они пьют маленькими порциями. Называется одна порция, one drink, две порции, two drinks, от слова two drink выпить. И, то есть, ты дринкнул и жди, пока тебе опять принесут. Наши пришли, один бывалый в Америке, давно живёт, а второй приехал из России. Охота выпить нашим, представляете? Они проезжали мимо мексиканского ресторана и зашли. И говорят, иди сюда, пенсатки. Значит так, слушай, принеси нам 10 дринков. Поняла? И один салат. Она говорит, что, что? Они говорят, 10 дринков, один салат. Давай быстро выпить охота. И она отошла, вернулась. Говорит, вы знаете, я не очень хорошо понимаю по-английски. Я недавно из Мексики. Вы не могли бы повторить? Она же говорит, 10 дринков, один салат. Она подумала, знаете, какую фразу говорит? Вот гордость охватывает за наших. Она говорит, вам стулья ещё поставить, ещё люди придут. Она же говорит, не томи душу, давай усправимся. Давай быстро выпить охота. Та принесла 10 дринков. Наши хоп-хоп-хоп это дело прожонглировали дринками. Говорят, иди сюда. Ещё 10 дай. Та говорит, и салат наши, говорит, а салат этот оставь микрофон. Та принесла ещё 10 дринков. Наши опять дринк, дринк, дринк. Иди сюда. Говорят, слушай, очень маленькие у вас дринки. Заботу проявить решили. Чтоб мы тебя больше не гоняли. Заботливый. Говорят, ты сразу принеси 20, а салат не трогай, тебе сказали. Та принесла 20 дринков, отошла и вышел весь состав ресторана смотреть, как наше это дело. Дринкают. И вышел хозяин ресторана, пожал нашим руки. Говорит, вы такие клиенты. Замечательный. Кстати, говорит хозяин, имейте в виду, у нас каждый четвёртый дринк в ресторане бесплатный. Ну что вам сказать? Зря он это сказал. Наши говорят, иди сюда. Значит так, повтори всё, что мы взяли, и всё, что бесплатно отдельно, поставь, пожалуйста. А когда в наших сидело этак по полтора литра, наши говорят, нам пора, мы поехали. Хозяин говорит, вы такие клиенты, я хочу, чтобы вы у меня всегда обедали, ужинали, завтракали, и я для вас специально, дабы вы были в целости и невредимости, вызвал лимузин за мой счёт, он доставит вас туда. Сейчас вас охватит чувство гордости за русских людей. Я предупреждаю. Наши говорят, не надо нам лимузином, мы сами за рулём. Весь состав ресторана вышел провожать наших в последний путь. Наши нормально сели, поехали. И наших, эта история-то начинается только. Представляете, с каким чувством гордости вы уйдёте из этого зала? И наших останавливает полицейский. Говорит, у вас фары не работают, отошёл метро на три. Знаете, наши с выбитым глазом от ним ездят, даже по Америке. Наш только, чтобы не дыхнуть на полицейского, открывает окошко чуть-чуть для уха, чисто. И ухом высовывается. И ухом говорит полицейский, мол, всё нормально, починим. Но даже из уха потянуло так, что полицейский пошёл на запах до самого уха. И говорит, по-моему, вы выпили наш, говорит, в пределах нормы. Ну, он вроде не обманывает. Он же не говорит, что в пределах своей нормы, там, допустим. Полицейский говорит, нет, не в пределах, придётся пройти тест. Строго, по-американски, по закону. Достает тестилку. Вот это последнее достижение американской науки и техники. Наш побледнел, потому что отказаться нельзя, заберут. Дать взятку, схлопочешь строго. Хоть небольшой, но схлопочешь. Они же там дураки на дорогах, не знают, что зарабатывать можно таким образом. Наш идёт на крайнее. Знаете, я правда горжусь нашими. Вы знаете, что только наши в мире умеют дышать носом. Вот так. Фу! Я так на маму дышал, когда пьяный из детского сада возвращался. И... Нашему. Фу! Вот, теперь воздуха в грудь. Вот сейчас настоящая гордость. Более 100% гордость овладеет вами. Американец смотрит на дисплей. Тихо! Тихо! А то гордости не хватит. Смотрит на дисплей, там ответ. Готовы? Труп! Бедный американец даже не знал, что там такое есть. Он потряс тестилкой. У него не связуха. Здесь труп, там разговаривает. Ерунда какая-то. Он говорит, вы не могли бы ещё раз? Так. Ха! Опять труп. Когда наш увидел, что у американца волосы даже в подмышках шевелятся. Наш говорит, а что там у вас такое? Американец говорит, посмотрите. Наш говорит, так у вас прибор испорчен. Да я на вас жаловаться буду. Вы меня оскорбляете. Я что, труп что ли? Американец растерялся и отпустил нашего. Так нашего ещё один остановил через какое-то время. Наш говорит, давай ты стилку. Ха! Шо есть мочи? И сам спрашивает, у тебя труп так? Он говорит, откуда вы знаете? Наш говорит, у вас все приборы испорчены. Я буду жаловаться в муниципалитет на вас. Уже один меня оскорбил, у него тоже труп был я. Тот не поверил, связался с предыдущим, спрашивая. Слышите, труп останавливал? За нанесённый моральный ущерб наших под конвоем проводили до дома. Я горжусь нашими. В Израиле нашего полицейского остановил в Новый год. Израильский Новый год осенью. А наши евреи подразнуют там Новый год по-нашенски. И полицейские выходят, потому что наши пьяные все по дорогам разъезжаются. И полицейский подошёл к нашему, а наш хотел поехать домой, но у него было одно, но вы знаете, он не мог... Он... ключиком... Он попадал в бампер, ключиком... Заднее стекло тоже попадало, наверное, в днище иногда тыкал. А полицейский говорит, вы собрались ехать в таком виде? Наши говорят, ай, серьезно, как я тебе дойду в таком виде? Всё-таки, ещё раз говорю, вот что есть у нас? У нас есть какая-то жизнь особая. Мне в Австралию... Австралия вообще... Это страна такая, она подражает Америке, но у них темперамент другой. Это такой спальный район всего мира. Они там все спят. Мишки-куалы, люди, там светопоры со звуковым сигналом для пешеходов. Потому что спят. Бип, пошёл переходить улицу. Там даже сидят медленно. И... Я был свидетелем этого. Меня поселили в гостинице в номере напротив ночного пивного бара. Я говорю, дайте тихий номер, я спать хочу. А мне администратор говорит, я вам дала тихий номер. Я говорю, какой же тихий напротив ночного пивного бара? Она говорит, ты что? Я говорю, что-что? Бар пивной, ночной. Она говорит, ну и что? Ну на разных языках, говорю. Я говорю, ну люди пьют, шумят. Они говорят, почему шумят? Они же пьют. Я пошёл спать. Я вам даю честное слово. Всю ночь в тишине пили люди. Это фильм ужасов для русского. Ресторан на кладбище. Видели? Один заорал, а-а-а, посреди ночи. Но его никто не поддержал. У нас бы сразу мужик, давай орать вместе. У нас бы жизнь затеялась какая-то. Я однажды стою в России за Жигуленком. А Жигуленок стоит с автобусов. И я не могу обогнать Жигуленок автобус. И Жигуленок не можно подать автобус, потому что это сильное встречное движение. А автобус не едет, потому что люди свисают с задней ступеньки такой гроздью виноградной. И водитель автобуса кричит, не поеду, пока не войдёте в середину. Не поеду, пока не войдёте. Немцы бы стояли и ждали. Придидные шведы тоже бы стояли и ждали. Фины бы спокойно. Наш не то, что изгуделся. Вы даже не подозреваете. Он выскочил из Жигуленка и начал всем запихивать. Какая энергия в нашем человеке заключена, да? И я вдруг с ужасом смотрю, бежит по направлению к этим дверям Берзила, с разбега запихивает всех вместе с водителем Жигулей в автобус, двери закрываются, автобус уезжает. Всё-таки в нашей жизни их разнятся настолько, насколько разнятся наши маты. У них два слова мат. Им достаточно. Зачем ругаться? А нам зачем мат? Восхищение выказывать. Какое творчество возможно на нашем мате? Американец не может стоять на берегу реки и матюгаться на закат. Но солнце, блин. Наш приехал в деревню из города. Его жена спрашивает, салют видел, Вася? Она говорит, Люся, он говорит, это вообще... Она говорит, опиши. Он говорит, Люся, вдруг слева и в небе. А в это время в ларава и там она говорит, какая красота, там Вася! АПЛОДИСМЕНТЫ Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются, Россия их меняет. Я когда написал рассказ о том, как шпион был заслан в СССР и погиб, не вынес быта, я бы переписал сейчас этот рассказ. Совсем другое соотношение появилось. Я двух немцев возил по России, людьми с тобой. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, Кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Розовое все это. И она, 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 она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят. из мозговой, из косточки, с трубным ядом. Это, только наше, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво в ручальном кольцов. Вот это, вот это дело. Ух, они в нее втрескались по-нашински. Синяков надавали друг другу. Но, они вообще приехали к нам, они, они на каждом шагу, они бизнес приехали делать. И привезли гуманитарную помощь. Но, прежде всего, удивились, что они привезли меньше, чем съели за пять дней банкетов. В честь этой гуманитарной помощи, кстати. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то, какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, в самолете у них было настоящее удивление. Знаете, почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. как в трамвае стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что за Тюмень недалеко? Я говорю, три часа, по-нашински, нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? объясните. Водила подбросил. Это же нигде в мире такого быть не может. Слышь, подбрось до Тюмени. 100 долларов дашь, подброшу, но стоять будешь. Стоит, пьет пиво. Стоит, пьет пиво, капает на немца. А он за немца еще держится в этот момент. Потому что он уже напился, его качает, он же на корабле себя представляет. Капает на немца, немец пытается от него уклониться, потому что пиджак хороший, немецкий. И вот тут а рядом такой, ну такой господин из довольно Средней Азии, он, ну как бы эту пикантную ситуацию вам объяснить, он, он туфли снял. Я не был на Первой мировой войне, но я думаю, что такой газовой атаки немцы с 14-го года не испытывали, я вам должен сказать. У них глаза послезиться начали, знаете, разъело. А наши нормально, сидят, едят, что-то там, это, знаете, наши ведь выносливые, безумные, им совершенно все равно, они привыкли уже. А эти, эти плачут. Этот главный немец, он вынул из-за дыры и попрызгал вокруг себя, вот так вот. Поворот непредсказуемый произошел. господин из Средней Азии проснулся, толкнул немца и спросил, что воздух из-за в городе. После чего мы прилетели в Тюмень. Нас встречают 30-ти градусная жара, встречают голодные нефтянники. Все в галстуках, в галстуке у голодных параллельно земле на животе лежат, вот так вот. И говорят, сегодня в бане подписываем контракт. Ну, объяснить немцам, почему в бане подписывают контракт, тоже весьма трудно, я вам просто скажу, но до бани было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, четыре люстры в четырех углах, как сопла ракет такие нависают, но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майхал, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф, стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он дым прорежет и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он у меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее, надо показывать, это я не расскажу. Он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Ну зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? А она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. Они говорят, мы отродясь не видели таких бутылок в форме снаряда Катюши, чтобы мы... А еще у другого немца, вот замечательно, была, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет, вот сюда вот. Точно, точно. Ну унес кто-то раковину, вынес. Уехал вместе с раковиной. Другой, сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. А он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал А! 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 И убежал, к чему спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате, в противогазе, с насосом и морил тараканом. Без всякого спроса. И только в загонку закричал, о, я вас не заметил. Ух, они у нас развиваются, я вам скажу. Самую умную мысль мне высказал англичанин после посещения привокзального туалета. Что? Чего он меня спрашивает? Туалет есть где-нибудь? Я говорю, да ради бога, пошли. Я отвел его в привокзальный туалет. Да я сам не знал, что я сделал. Теперь я их никогда не буду возить, ни в Третьяковскую галерею водить, никуда, только в привокзальные туалеты. Вот он будет умирать, он будет вспоминать этот случай. Потому что перед смертью вспоминают главные события в жизни. У них же туалеты со стенками там. Всем понятно, нет? Значит, а у нас ведь вот оно, вот это вот все. Причем все это квадратно-гнездовым способом, как вы знаете. Он когда зашел, он не понял, что это. Я ему объяснил, он попагровел и спрашивает, а нельзя ли меня чем-нибудь накрыть с противопоказанием? Интеллигентно так, знаете? Он же не может, у него же нет этой эквилибристики врожденной, сидеть в дощатом сквозном туалете и держать шарфиком дверь в этот момент. А с той стороны тук-тук-тук-тук-тук, а ты кричишь, занято! И тебя прокидывает, потому что шарфик оторвается. Зато, когда он выходил, он уже философом вышел оттуда. Насмотрелся, подумал, вот вопрос философский задал мне. Скажи, Майкл, а зачем у вас в полу вырезают дырочки, если туда все равно никто не попадает? Скажите, ну какая нам разница? Совет Верховный, парламент, Дума, Ельцин, кто там еще? Если мы всем народом в дырочки еще не попадаем. Но где, в какой стране это возможно? Все! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»